Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая 13 июня в Палате общин британского парламента, максимально дистанцировался от британских наемников, находящихся на Украине. «Мы не знаем, сколько бывших солдат воюют на Украине», заявил Уоллес, добавив, что после начала конфликта на Украине правительство Британии делало все, чтобы убедить британских подданных воздержаться от участия в нем. Этот ответ Уоллеса был вызван соответствующим вопросом одного из депутатов и, возможно, связан не только с проблемой, вставшей перед Лондоном в связи с тем, что двух британских наемников Шона Пинара и Эдена Аслина приговорили в Донецке к смертной казни за военное преступление. Дело в том, что Sky News сообщает, что в составе ВСУ воюет до 3000 британских наемников. Эти данные ресурс получил от другого наемника, формального главаря грузинского легиона Мамуки Мамуашвили. Тут надо отметить, что грузинский легион уже давно перестал быть мононациональным, и этой группировкой пользуются ЦРУ и Ми-6 в качестве прикрытия для своих агентов. Надо сказать, что 3000 наемников – это очень много, если речь идет о самодеятельных искателях приключений, отправившихся на свой страх и риск помогать киевскому режиму. И даже если допустить, что Мамука преувеличил, все равно получается очень много. Некоторую ясность в этот вопрос вносит недавняя ликвидация в Северодонецке британца Джорджана Гэтли. Его безутешный отец Дин Гэтли начал писать в Фейсбук много такого, что проливает свет на истинный статус его сына. Так, Дин пишет, что его сын, которому исполнилось 24 года, служил ранее в сухопутных войсках Великобритании, где был на хорошем счету и делал неплохую карьеру. Однако внезапно он увольняется из рядов ВС Британии, чтобы продолжить карьеру солдата в других местах, как сообщил его отец. Итак, молодой и подающий надежды военнослужащий внезапно увольняется из рядов вооруженных сил. Ну что ж, такое бывает. Переоценка ценностей и конфликт с начальством, хотя о таком отец наверняка бы знал. Но тут отставник немедленно отправляется на Украину, чтобы продолжить карьеру солдата в других местах. Довольно часто военнослужащие уходят в погоне за длинным долларом в ЧВК, но тут какой-то интернациональный легион с довольно скромным, даже по британским меркам, жалованием. Подобные шаги не характерны для профессиональных военных. Но все объясняет широко распространенная практика, когда для выполнения неких неофициальных миссий, в которых страна формально не участвует, военнослужащие как бы увольняются из рядов вооруженных сил и едут за рубеж выполнять эти задачи под прикрытием статуса наемника, сотрудника гуманитарной миссии или НКО. Так, например, широкую и мрачную известность приобрела некоммерческая организация Хейла Траст, под эгидой которой офицеры сил специальных операций Британии обучали минно-взрывному делу боевиков по всему миру, в том числе и террористов на Северном Кавказе. Как правило, после выполнения такого рода миссий отставник, возвратившись домой, восстанавливается в армии, сразу же получая очередное звание и большую денежную премию, а часто и награду. Время, проведенное им в отставке, засчитывается в общий стаж службы с боевым коэффициентом. Таким образом, увольнение носит исключительно номинальный характер, чтобы чиновники, подобные Уоллесу, могли сказать в парламенте, что им ничего не известно о количестве бывших военнослужащих на Украине и о том, чем они занимаются. То есть, если что-то пойдет не так, от них всегда можно откреститься. Ведь, скажем, участие кадровых военнослужащих королевских вооруженных сил в боях против России на стороне Украины чревато большими неприятностями для Лондона. А так он дембель-отставник, вольная птица, которая летит куда хочет, на свой страх и риск. Кстати, о том, что Джордан Гетли был именно такой, не настоящий отставник, свидетельствует тот факт, что пресс-секретарь министерства заверила, что правительство будет поддерживать семью погибшего, и она получит все полагающиеся выплаты. Кстати, не исключено, что и без пяти минут висельники Шон Пиннер и Эйден Аслин, также британские военнослужащие под прикрытием статуса наемника. Прикрытие, как мы видим, так себе, обеспечивающее в нештатных ситуациях прямой путь к петле. Или, если повезет, и руководство ДНР проявит незаслуженную военными преступниками гуманность, то к щербатой расстрельной стенке. Кстати, те британские инструкторы и советники, что даже не принимали личного участия в боевых действиях, вполне заслужили сочетание с горбатой невестой. Ведь это именно они обучили украинских националистов террористическим методом ведения боевых действий — живой щит, акции и устрашения — и навязывают их им.